Дух Сербии. Лицитарские пряники, дома чакафа, жареное на гриле мясо, приправленные балканским гостеприимством и оптимизмом. Таков рецепт, проходящий в Белгороде Дней Сербии. Гастрономические площадки организовали на территории БГТУ имени Шухова. Ксения Голуб расскажет подробнее. Балканский колорит можно было ощутить еще на подходе к технологическому университету. Из динамиков лилась сербская музыка. Ароматы кофе и жарящегося на гриле или по-сербски рожтели. Мясо привлекали и тех, кто просто шел мимо. Традиционные специалитеты можно было попробовать и открыть для себя вкус Сербии. Сегодня готовим нашу очень знаменительную песковицу, которая очень вкусная. Это фарш свинины сегодня. Меня в основном спрашивают, чем она отличается от котлеты российской. В основном это мясо. Мясо намного очень отличается. Оно у нас пожирнее. Те, кто бывал на Балканах, часто шутят, что у сербов вместо крови течет кофе. Так любят его в этой стране. Вот и способ заваривания этого напитка отличается от привычного. Для любителей кофе мастер-класс провел Евгений Осенков. Он возглавляет Воронежский центр международного сотрудничества «Русско-сербский диалог». Сейчас мы с вами станем свидетелями настоящего чуда. В сербском кофе, в настоящей турке поднимется настоящая шапка. И мы именно для вас, именно для вас делаем сейчас этот настоящий сербский кофе. Ох, отличная. Настоящая дома чекапа. Да, то и дома чекапа. Извольте. Вала. Важим. Познакомиться с другой традицией – изготовлением особых лицитарских пряников – можно было у кондитера Полины Сегодиной. Эта сладость настолько популярна в Сербии, что продается как сувенир. Неудивительно, что эта площадка собрала большое количество желающих самых разных возрастов. Вот сейчас мы делаем традиционный сербский кофе, лицитарский. Мы берем… Вот такого плана. Да, вот такого плана мы сейчас будем стараться, во всяком случае, сделать с вами. Но я думаю, у вас все получится. Для того, чтобы начать разукрашивать, нам нужно сначала отметить границы той заливки, которую мы будем делать в дальнейшем. Я покажу на этом, а вы будете делать на своем. Еще один мастер-класс для самых маленьких провела студентка из ниши «Милица меди». Она в Белгороде на стажировке и очень рада поучаствовать в таком празднике. Показываем, как на бутылке можем сделать сербский флаг. Он похожий на русский, но только наоборот. Увиденным, услышанным и попробованным гости остались довольны. В ком-то фестиваль пробудил ностальгию по этой стране. Сербия настолько красочная, яркая, насыщенная страна, в которой, я не знаю даже, как это сказать, люди совсем там другие. Очень дружелюбные, гостеприимные. Безумно вкусно, все свежее и натуральное, что самое главное. Пахнет и по вкусу настоящие Балканы. Мне очень приятно, я немножко соскучился по Сербии, по сербской кухне и очень рад, что есть возможность вспомнить, как это все выглядит. У нас учатся в Сербии и недавно я сама была в Сербии на конкурсе. Что можете сказать об этой стране? Люди там замечательные, очень открытые. И это огромный шанс, я считаю, побывать в этой стране. Я всем советую, конечно, туда съездить. В Белгороде много людей, которые любят Сербию. И такое мероприятие просто назрело. В прошлом году мы были гостями на сербских днях, в Черноземьях, в Воронеже. И Евгений Осенков дал нам эту идею замечательную. И мы решили организовать в Белгороде такой фестиваль. И в перспективе, конечно, его провести по всем черноземным городам. Хочется показать, хочется приобщить. Здесь люди найдут то, что они уже любят и знают. Напомним, фестиваль «Дни Сербии в Черноземье» стартовал в областном центре в пятницу. И завершится сегодня. Ксения Гулуб, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.